Сансеверия – уход в домашних условиях. Сансеверия – санверия, распространенный цветок, не требующий особого ухода или специальных навыков. Если за ним правильно ухаживать, то он радует своих хозяев цветением, постоянно очищает помещение от скопившихся вредных веществ. Описание сансеверии. Сансеверия – цветок, который является бесстебельным вечно зеленым растением, относится к семейству спаржевы. В дикой природе обитает в тропиках и субтропиках Африки, отличается прямо стоячей длинной листвой пеострого оттенка. Высоту может достигать 1 метр, за год наращивая 3-4 листочка. Как выглядит сансеверия к сведению? Народное название субкулента – течен язык. Распространенные сорта у растения сансеверия много разновидностей, но в комнатных условиях чаще всего можно встретить следующие разновидности. Цилиндрика – растение с темно-зеленой листвой цилиндрической формы. По всей длине листовой пластины расположены продольные борозды. Жесткие побеги выходят из пазух нижних листочков, они способны самостоятельно укорененяться. Цветы расположены в соцветиях кистевидного типа. Сансеверия цилиндрика Сансеверия Лорент и Лорента отличаются листвой мечевидной формы длиной 1,2 метра. Листовая пластина темно-зеленая, на ней расположены продольные полоски белого цвета. Цветки с зеленовато-белым оттенком, сильным ароматом, собраны они в кисти. Сансеверия Лорент есть еще и Сансеверия большая. В розетке расположены 3-4 мясистых листочка, общая длина не превышает 60 сантиметров. Листва темно-зеленые с красной каймой и темными полосками, расположенными поперечно. Цветки белые или с легким зеленоватым оттенком, собраны в кисти. К популярному цветоводу в сортам также относятся к футуру. Растение, не превышающее 60 сантиметров, с ланцетовидной листвой, легким расширением листовой пластины к верхней стороне и желтой окантовкой. По краям компакту длиной до 80 сантиметров. Ярко-зеленые перья украшены желтой полосой, проходящей строго по центру. Твистеда Систер отличается невысокими розетками и сильной скрученностью листков, имеющих желтую кайму по краям. Обратите внимание, у сансивиерии футура похожий на лаурантии, более короткие и широкие листочки, желтая каемка ярче, а сансивиерия муншайн муншайн обладает необычным оттенком листовой пластины серо-зеленого или серебристого цвета. Сансивиерия муншайн – особенность ухода дома. Выбрав цветок сансивиерия, уход в домашних условиях не будет сложным даже для новичков. Важно! Растение требует регулярного протирания пыли с листвы каждые две недели. Температура в доме цветок хорошо себя чувствует при температуре 16-25 градусов. Летом за сансивиерии дополнительный уход не нужен, она легко переносит жару. В зимний сезон может пережить снижение температуры до 10 градусов. Обратите внимание, продолжительное содержание в рахладных условиях может стать причиной формирования корневой гнили. Освещение растений неплохо растет как при прямых солнечных лучах, так и при рассеянном свете. Предпочтение отдается юго-западным или юго-восточным окнам. При нормальной освещенности у цветка развиваются крупные крепкие листочки с интенсивным окрасом. К сведению, тещин язык успешно растет и в тени. Чтобы предотвратить остановку развития, растения трижды в год выставляют на освещенное место на 30 календарных дней. За это время у него сформируется несколько молодых листочков. Полив цветок не переносит обильного увлажнения земли, которое вызывает загнивание корней. Летом достаточно поливать раз в неделю, за это время грунт в горшке должен высыхать практически полностью. Во время полива следят, чтобы жидкость не искапливалась в розетке, особенно зимой. Из-за этого может начаться гниение листвой. При отъезде цветок поливают немного больше, чем обычно, и убирают от жгучего солнца. В течение месяца растение будет прекрасно себя чувствовать без воды. Опрыскивание и копильное увлажнение растения не требуется. В некоторых ситуациях опрыскивание приводит к загниванию зеленой части, после которой его нужно пересадить из плохого грунта в свежий. Важно! В летнюю жру цветку устраивают душ, который помогает избавиться от скопившейся пыли и грязи. Но важно следить, чтобы грунт в горшке оставался сухим. Влажность тропические растения предпочитают сухой воздух. Польза от повышенной влажности не будет, редко какое суккулентов не начнет болеть. Грунт Подходящий грунт для сансивиери Питательное почво Смесь купленная в магазине или приготовленная самостоятельно. Для этого берут по одной части листовой дерновой почвы, две части речного песка. Дренаж из керамзита должен занимать одну третью горшка. Важно! При пересадке цветов предпочтение отдается специальной смеси для суккулентов и кактусов. Подкормки удобрения вносятся до двух раз в месяц во время интенсивного роста и развития культуры. Цветоводы предпочитают подкармливать цветок универсальными растворами, предназначенными для декоративно-лиственных растений. В зимнее время удобрения вносят, несмотря на то, что выраженного периода покоя у растения нет. При благополучных условиях оно развивается круглый год. Обрезка Обрезке подвергаются больные, засохшие поврежденные части цветка. Их вырезают в районе основания, в течение трех суток после процедуры растения не поливают, когда и как цветет сансивиерия в домашних условиях. Цветение сансивиерии происходит регулярно, хотя цветки не отличаются красотой. Они раскрываются по вечерам, а из утра уже закрываются. Всю ночь в квартире присутствует пряный аромат. Чтобы простимулировать культуру, достаточно обеспечить ей период покоя. В течение месяца горшок простоять в прохладном месте, количество поливов на это время уменьшает в два раза. Через 30 суток его переносят в тело и начинают поливать по стандартной схеме. Цветок сансивиерии Как размножается сансивиерия? Размножение сансивиерии проводится тремя способами – семенами. Размножаться таким способом растений удается редко из-за сложности покупки семян. Опытные цветоводы их получают из своих растений, плодов, стручков. После сбора их сушат, теменной материал извлекают перед посадочными работами. Для высадки используют широкие ящики, засыпанные влажным грунтом. После процедуры емкости укутывают полиэтиленовой пленкой, отправляют в теплое место с хорошим освещением. Первые ростки ожидают через несколько месяцев корневищем. Являются несложным и доступным способом. Взрослые растения делят на несколько розеток, затем их рассаживают. Процедуру совмещают с плановой пересадкой – листом. Размножить можно целым или его отдельной частью. Фрагменты листовой пластины помещают во влажный песок, укрывая полиэтиленом. Через два месяца появятся молодые побеги, а сформированные розетки с двумя-тремя листочками отсаживают в отдельные ящики. Размножение листами Обратите внимание, при посадке сансивиерии лучше использовать специальную смесь для кактусов и субкулентов. Неправильно выбранная почво смесь быстро проявится нестандартным внешним видом цветка, зеленые части начнут желтеть и опадать кустик, чахнуть. Пересадка В домашних условиях пересадка сансивиерии проводится каждые 2-3 года. Частота зависит от скорости заполнения ящика корневой системы растения. Чтобы цветок не рос в ширину, выбирают емкость меньшего объема. Лишние розетки удаляют острым ножом. Горшки для сансивиерии выбирают керамические, так как тонкие стенки пластиковых изделий легко разрываются мощной корневой системой. Важно! После пересадочных работ, которые проводятся, согласно описанию, крупные растения не привязываются к опорам. При игнорировании этой рекомендации цветок может перевернуться или выпасть из кашпо. Вредители и болезни Растение практически не болеет, в большинстве случаев проблема вызывает неправильный уход. Изменения в содержании цветка необходимы при появлении следующих признаков. Темные пятна на листве Формируются при чрезмерном увлажнении песка при низкой температуре в умещении желтизна. Слишком маленькая емкость или нехватка света пожелтения кончиков. Вялыми и подсохшими они становятся из-за постоянно влажного грунта, недостаточного освещения, холода в комнате в мягкие гибкие листовые пластины. Вытягивание к источнику света приводит к перенагрузкам, они не выдерживают собственного веса, листва начинает скручиваться. Проблема возникает из-за нехватки воды, редкого увлажнения песка. Корневая гниль в иных случаях непрезентабельный вид суккулентов связан с атаками насекомых-вредителей, бледность пожелтения и белесые. Пятна на листве говорят о поражении паутинным клещом. Чтобы спасти растение, необходимо протереть его влажной салфеткой, затем провести обработку инсектицидным препаратом. Предупредить появление паразита можно регулярным увлажнением воздуха, светлые пятна на внешней поверхности пластины и личинки на изнаночной. Цветок атаком трипсами. Уничтожение паразитов проводят инсектицидами, искривление и желтизна цвета носа. Листвы связаны с мохнатыми вшами или мучнистыми червецами. Небольшое поражение требует механического удаления вредителей и обработки пластин влажной салфеткой. При массовом поражении используют инсектицидные растворы, коричневатые пятна с колониями насекомых, заражение щитовкой. Лечение, обработка инсектицидами от трех до четырех раз в неделю. Эффектный неприхотливый цветок не требует регулярной обрезки сложных и долгих процедур по уходу. Достаточно следовать рекомендациям по выращиванию суккулента, чтобы он смог зацвести и постоянно очищал воздух от вредных элементов. Точка.